Привет, Страж! Канал Трипл Вайп снова на связи. Что ж, вот и подобрался второй месяц лета, июль. Какие изменения ждут игру в этом месяце, я рассказывал в прошлом ролике про патч 1.2.3. А сегодня поделюсь интересными наблюдениями сообщества относительно возможной тематики нового ивента Солнцестояние Героев, который стартует 31 июля. Когда несколькими месяцами ранее разработчики сообщали об этом ивенте, казалось, что он будет связан с летним празднеством, этакий аналог зимнего ивента Рассвет. Однако после выхода очередного выпуска на этой неделе в Банжи от 28 июля, все стало указывать на то, что этот ивент будет связан с нашими старыми друзьями Кабалами. Почему мы так решили? Ну давайте разбираться. Во-первых, взглянем на эмблему мероприятия. Все верно, солнце, вроде ничего необычного, но если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть сходство в цветовой гамме в стилистике изображения с символами рейда Левиафан. Не будут же Банжи делать рескин логотипа ивента с рейдового символа в конце концов. Ладно, первую улику может кто-то и назовет, притянутой за уши, окей, но как тебе такое? В описании твоего любимого экзотического дробовика «Легенда об Акрии» есть строки. В «Легенде Кабал» говорится о герое, стремящемся завладеть солнцем. Он добивается своей цели, а затем становится императором. Кабал не бедует тонкостей. Герой, который хочет завладеть солнцем, солнцестояние героев – слишком очевидная отсылка, чтобы как-то ее описывать, но кое-что все же стоит упомянуть. Еще с первой части Кабал известны тем, что они прилетают в системы и уничтожают планету, не моргнув и глазом. Вот что у меня есть на Кабалов. 800 футов веса, хорошо вооруженная, взрывает планету или Луну, просто потому что она оказалась у них на пути. Просто чтобы ты знал, с кем имеешь дело. Как вы помните из сюжетки «Ванильной Д2», Красный Легион пытался уничтожить Солнце, но у них не получилось. Стражи устояли. Солнцестояние. Хм. А теперь давайте о Каусе. Император Кабал, хоть он и не стал убивать стражей на Левиафане, все же настоящий садист, который считает себя богом. Его тон общения и богатство отлично выдают это. А теперь вспомним, какой император тоже воспринимал себя как божество. Каллигула. Римский император приказывал поклоняться своей персоне, а в честь самого себя построил даже храм, где была установлена золотая статуя. Ко всему прочему, за большую сумму он позволял гостям разделить трапезу. Не находите ли некоторые сходства? Каллигула. Большая сумма оплаты, выполнение задач на Левиафане. Разделение трапезы, получение награды на рейде. Следующая улика – Тени Калуса. Еще одна отсылка кроется в одной из задач императора Калуса. Он хочет найти в Солнечной системе Тень. Тени Калуса – это элитный отряд, служащий императору. Примечательно то, что Тенями могут стать представители разных цивилизаций. Когда Красный Легион напал на Землю, Калус направил Отряд Теней, чтобы убить определенные цели из Красного Легиона. Отряд Теней практически справился, но выжить ему не удалось. И теперь Кабал ищет замену. Учитывая то, что Калус стремится наделить Стражей силой и знанием, а также не исключает того, что против Тьмы мы будем биться вместе, то это прямо указывает на то, что Император видит в нас потенциальные Тени. Если рассуждать в таком ключе, то Левиафан – это по сути тренировочное поле, на котором Калус не просто так нас испытывает. Так может быть во время ивента Калус постарается избрать Тень? На это также указывает появление новых экзотических катализаторов, где новые задачи звучат следующим образом. Можно получить при выполнении заданий в ходе испытания смертоносного оружия. Можно получить за выполнение самых сложных заданий на борту Императорского корабля. Можно получить за самые сложные испытания на Пожирателе планет. Можно получить за самые сложные испытания на Астральной вершине. Три задачи явно относятся к Рейду, а их испытание намекает на то, что Калус хочет убедиться в том, что Страж достоин стать тенью и получить мощное снаряжение. Один из пунктов статьи и вовсе был посвящен изменениям в рейд-логовах. Зачем было вместе с этим упоминать сам состояние героев и то, какую роль несет в себе это мероприятие? Явно очередной намек на то, что ивент будет все же связан с Кабаул. Все это кажется мне дико интересным и как бы сильно не хотелось, чтобы лето длилось дольше, уже не терпится посмотреть, окажутся ли все эти догадки правдой 31 июля или же это еще одна история, которую сообщество представляет себе интересней, чем тем, какой она окажется. Увидим. В любом случае, все самое интересное и важное из новостей мира Destiny вы можете узнать на канале Triple Vipe. Подпишитесь, чтобы не пропустить ролики и ставьте лайк в видео. Счастливо! Счастливо!